доброго времени суток кто зашел ко мне в гости сегодня у меня какой-то день десертов я разные десерты делаю по-быстрому и так я хочу сделать один десерт называется марта бак делаю десерт обычно в индонезии и в азиатских разных странах идет к этому десерту сыр чадар но у меня есть наподобие чадара обычно делают белый чадар но вот у меня есть такой желтый типа желтого чадара нам понадобится яйцо сахар мука ванильный сахар по желанию сода гашеная сгущенка сыр вот у меня сода стоит что-нибудь вроде шоколадной массы типа нутеллы вот у меня есть есть стаканчика вынула в чашечку у меня в чашечке стоит в холодильнике перед этим это было в стакане было в стаканчике и стаканчики освободила и тут я чуек наливаю десерты ставлю в стакан так как тесто должно отдыхать в холодильнике один час тесто я сделала заранее но сейчас я повторю в пропорциях как делается тесто и вы ему тесто которое у меня уже стоит в холодильнике делаем тесто которое надо будет убрать на час в холодильник разбиваем одно яйцо и добавляем 30 грамм сахара у меня еще стаканчик немножко весит и я добавляю сахара и плюсую весу стаканчика главное настроить весы 10 грамм где-то стаканчики 30 грамм будет сахара вес стаканчика плюс 30 грамм сахара в любое тесто нужна щепотка соли и я возьму для тары стаканчик повыше для муки и для воды это для муки и для воды 35 грамм стаканчики плюс я туда насыпаю муку 225 грамм муки 325 грамм воды я делаю половину сейчас 150 и еще добавлю мужа не влазит 200 грамм в стакан и воды 325 грамм на плюс стаканчик и все это делаем одну массу для одного блина марта бак выпекает либо желтенького цвета либо зеленого для зеленого цвета очень часто используется пандам в общем такая есть растение такое есть но искать специально пандам я не буду я взяла немного зеленой краски в тесто которое я сделала час назад я немножко добавила ну такое нежно-салатовая получилось у меня две формы получается тесто то что постояла я еще добавила немножко зеленой краски но все равно он не будет такой зеленый как они делают они используют пандана я просто немножко краски добавила ну и второе у меня желтенький может быть я добавлю еще красненькой краски чтобы они были разноцветные и так я беру вот это тесто которое уже стояла час в холодильнике вся эта масса выпекается одним блинчиком я имею 1 тарелочка 2 еще холодильник должна уехать и перед самым загрузкой перед тем как нальем наш блинчик на сковородку берем одну ложку воды и разводим соду в ней высыпаем соду у меня огашеная сода сразу и вливаем нашу смесь и начинаем выпекать надо проверить сковородку надо разогреть плиту и чтоб сковородка была горячая капаем воду если вода быстренько исчезает со сковородки знаешь сковорода наша готова вот моя сода уже в тесте я уже влила иду сейчас сковородка разогреется я вылю свой блинчик на сковородку и он должен пузыриться и потихонечку подняться проверяем сковородку или она готова вода исчезает готова и так блинчик начинает пузыриться выпекаться я выпекаю на минимальном огне готовим белый сыр чидар или как у меня желтый сгущенка масло чтобы смазать внутри и снаружи у меня шоколадная масса типа нутеллы который очень застыл а мужа квартире очень холодно перед этим я делала другой десерт я его убрала в холодильник кусочек бантика я уже откусила и жду свой блинчик сковорода у меня стоит под наклоном и у меня немножко тесто в одну страну отъехал чуть больше блинчик спекся единственное тесто ведь бабло многовато для этой формы 20 сантиметров и верхушку шапку я немножко подрезала потому что он уже пропекся и верхушка была такая как глянцевая она должна быть вся такая вот пузырчатая у меня еще тесто в холодильнике и следующую порцию я разделю на две части когда буду заливать и так готовый блинчик быстро смазываем масло пока он горячий они обычно очень много втирают масло дальше на блинчик насыпается немного сыра шоколада и поливается все сгущенкой блинчик вкладывается сначала его надо разрезать пополам одна сторона сыр вторая сторона делаю шоколад это и другая страна поливается сгущенкой у меня есть тюбика сгущенка в общем все это обильно поливается кусочек пирога съел и все и ужинать уже не будешь дальше пирог складывается один на другой сверху опять смазывается немножко сливочным маслом и нарезается на порционные кусочки в общем воздушный бисквит я сделала покажу как это выглядит вот такой он сочный пористый весь получается чтобы было видно внутри пористый их блинчик единственно тесто надо было разделить на две части потому что я пухнула много теста на сковородку но получилось именно то что вот они делают сытное очень цветное блюдо поел десертик и уже не голодный до завтра десертик очень вкусный кто пробовал знает тесто пористое очень и меня еще и вторая часть так как первую я шляпку пришлось срезать я вторую разделю сейчас на две части опять обжарю тесто постояло стало однородным можно жарить вторую часть рядом лежит сода бешеная развяжу в одной ложке воды и добавляю и начинаю жарить я наверно блинчик все таки тоже покрашу можно желтеньким сделать но может быть пару капель красной краски добавить пошла реакция соды и я добавила немножко красной краски и быстренько разогреваю сковородку до включила газ у меня электроплита ну все поняли у кого газ включает газ у меня электро наливают около пол массы кто хочет делать на дрожжах делает на дрожжах но дрожжи будут чувствоваться внутри блинчика на соде это вкуснее тесто разделила на две части и уже залила в общем сладкого будет на три дня и пока второй жарится я уже первый доедаю тесто вначале пузырится потом почему-то оно прекращает пузырится не знаю в общем что ему надо дивный рецепт в общем скажем так и наверное я закрою все-таки крышкой хоть зелененько пришлось шляпку срезать но он был более удачный в общем рецепт не совсем выдержал точность потому что идея выпить блинчики потоньше не увенчались успехом первый вариант был самый удачный я выпекла один большой блин шляпку я немного сняла как вот бисквит подымается и шляпка образуется обычно ее подрезают эту шляпку я подрезала внутри он пористый симпатичный но два других я хотела поменьше сделать они были не совсем удачны я сделал для себя коржик в общем это можно так сказать для себя я не рекомендую по этому рецепту выпекать потому что замахаетесь и устанете но и не факт что получится так хорошо как хотелось бы принципе первый удался он вполне вкусный сочный пористый как он должен быть но я бы хотела найти другой рецепт где немного все попроще потому что здесь немного возни было и скажем так рецепт не совсем оправдал мои надежды ну я себе готовила десерт мне очень хотелось этот блинчик испечь я видела его в интернете много раз а потом я пошла на выставку возле эйфелевой башни была кулинарная выставка там было 50 стран представлена и там я увидела этот блинчик как раз продавали с индонезией товарищи 5 евро стоило я взяла на пробу это очень вкусно но я решила найти рецепт и сделать в принципе где-то так примерно у меня получилось но вот такой живот пористый как у них и вся начинка но рецепты везде разные этот ну скажем он сложноватый потому что в линчик плохо пузырится покрывается как бы корочка эту корочку надо слезать срезать шляпку если меньшим количеством печь тоже еще проблематичнее получается да вообще однородная масса печется и нету пористости в общем ну как для меня покушать один раз можно но никому не рекомендую проверка рецепта не удалось скажем так но я поищу еще что-нибудь в этом роде потому что в принципе знаю как это делается но хотелось бы найти рецепт где будет все проще легче и доступней с минимальными потерями скажем так чтобы не тратить продукты и не выкидывать в принципе